Некоторые вопросы, поступающие на портал Экзегет, напоминают те вопросы, которые мог бы задать человек не только своему духовнику, но и своему психологу. И это говорит о том, что на самом деле знание своей души и знание своих эмоций, переживаний достаточно важно и для человека, желающего жить подлинно христианской жизнью и бороться своими страстями. Вот, например, как научиться контролировать свои эмоции, часто срываясь на близких. Знаете, есть такая книга, на мой взгляд, очень, я бы даже сказал, душеполезная, хотя написанная не христианским подвижником и, может быть, человеком вообще далеким от понимания христианской жизни. Это книга Эрика Берна «Люди, которые играют в игры» и «Игры, в которые играют люди». И вот там описывается одна такая игра. Это не какие-то игры, для которых кто-то пишет сценарии, которые кто-то специально придумывает, нет. Это те игры, в которые играют люди непроизвольно. Вот, например, человек держит в руках молоток, забивает гвоздь и регулярно попадает по пальцу, потому что у него не очень хорошо получается забивать гвозди. Ему больно, и каждый удар по пальцу вызывает у него страшное раздражение, даже чувство ярости какой-то. Но в этом никто не виноват. И злиться на себя самого – занятие достаточно неблагодарное. Ну вот, заходит кто-то в комнату – жена, сын, дочь, может быть, престарелая мама или папа. Вот, и человек очередной раз попадает по пальцу, и вот тут он всю свою ярость изливает на того, кто в этот момент в комнату вошел, появился виноватый. Вот очень часто наши эмоции негативные, они появляются именно таким образом. Мы находим виноватого в том, в чем на самом деле виноваты мы сами, или даже в чем абсолютно никто не виноват. И нам от этого становится как бы легче, и мы срываемся на наших близких. По большому счету, все наши негативные эмоции, которые мы изливаем на наших близких, на наших ближних, они носят примерно такой характер. Вместо того, чтобы разобраться с собой, мы срываемся на том, кто совершенно не должен за наше внутреннее устройство отвечать. Вот ярость, раздражение, гнев – это все по большому счету эмоции бессилия. Они, естественно, для ребенка, который хочет есть, но не может об этом сказать, которому там неудобно, потому что ему надо поменять пеленки или подгузники, а об этом никто не знает. И он плачет, он кричит, он возмущается по этому поводу, он бессилен. Сделай что-то еще, кроме этого. Он может только плакать, может только возмущаться и может только кричать. А вот взрослый человек может сделать многие другие вещи. Он может изменить ситуацию, в которой он оказался, он может приложить к этому необходимые усилия, он может разобраться в себе самом и постараться понять, от чего те или иные эмоции происходят. И он обязательно должен это сделать, потому что он не ребенок, потому что он на самом деле не беспомощен. И не надо никогда выбирать для себя вот этот путь, быть беспомощным и во всем обвинять тех, кто находится вокруг нас, потому что это совершенно неправильная позиция, и позиция совершенно не христианская. И совершенно не этого от нас ожидает Господь, который хочет, чтобы с одной стороны мы, конечно, были непосредственны и просты в доверии к Нему как дети, но в то же время он хочет, чтобы мы были мудры и чтобы мы были рассудительны. И совершенно однозначно каждый из нас на это в принципе способен. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.